Субботин Рома в эфире! Всем привет, друзья! И сегодня мы посмотрим Клэр! 24 часа без интернета челлендж, часть первая! То есть намекает на то, что будет и вторая часть. Ребята, ставим лайки перед просмотром и поехали! Ты что да ищ? Понравились мне эти забавные челленджи-меллинджи? И я решила устроить себе на выходных еще один. Решила провести целый день без интернета. Как думаете, смотри? Ой, я устроил себе такой год назад. За неделю себе устроил детокс от интернета, от социальных сетей. И это было очень, ребята, тяжело. Олья, я думаю, что смогу. Вообще нет такой вещи, которую бы я не смогла сделать. Будь ни одной, я вам отвечаю. Да неужели? Знаете почему? Отчасти потому, что для девушек телефон это все. То есть она из семьи расстается, она постоянно чекает социальные сети, она постоянно чекает новости, письма и так далее, уведомления. То есть отчасти девушкам это сложнее сделать, чем парням. Это не сексизм, это проверенные факты, ученые и так далее, опросы. У меня тут немного другая информация. Вы не знаете, как выключить этого типа? Он меня достал уже. Не знаю, куда деться от его комментариев и советов. Кстати говоря, советую всем ставить лайки и подписываться на канал. Ставьте лайки, ребят, ставьте лайки. Она иногда смешные шутки делает. Ой, ну хоть что-то один раз полезное сказал. Так вот, челлендж. Я к нему очень усиленно подготовилась. Да. А как я готовилась? Ну, у меня есть свои секретные методики, которые... Ой, ладно, никак я не готовилась, окей? Но все равно я правда очень ответственно подошла к этому вопросу. Я, кстати, когда уставил себе детокс от социальных сетей, я готовился. Я готовился, я по дням расписывал, что я буду делать каждый день. Допустим, один день я даже сковоречник сделал. И накормил птичек вот в лесу у нас зернышками. Другие дни там в магазин сходить, продукты купить и так далее. Типа, ну, большие какие-то количества. Она весь вечер сидела в интернете и гуглила, как прожить день без интернета. Да, все, иди отсюда, давай. Жиза. Гуглила, и там были такие бесполезные советы, что я решила, что сама смогу справиться. Не, ну в таком челлендже ведь нет ничего сложного, да? Нет, там все сложно. Да, вот, все, челлендж начался. Ух, чего делать будешь? Да у меня вообще много дел, чтоб ты знал. Вот прям целая куча. Книжку почитать. И сейчас я их переделаю, понятно, да? Кого ты обманываешь, нет у тебя никаких дел. Ты ж сутками в своем телефоне зависаешь, алло. Мне нравится, что у нее друг сидит рядом, мозг просто ее. И она говорит, что ты несешь? Почему, говоришь, ты, я слышу свою бабушку? А? Видимо, моя бабушка уже настолько сильно проникла в мой мозг, что давно поселилась, и все управляет. Ладно, можно немного просто полежать и вообще ни о чем не думать. Просто расслабиться и отдохнуть. Так, ну давай, посмотрим. Вот это отличная идея. Тишина и покой. Тишина и покой. Ну да, ну раз вот у нас появился... Почему он всегда рядом? И я хотела узнать. Тебе нужно отключить свой мозг. И, знаешь, дать волю чувствам, что ли. То есть воображение. Ну там типа мозг участвует, но тебе нужно отвлечься от всех своих дел, чтобы привыкнуть к такому, в общем, челленджу. Кстати, вы заметили, что мозг говорит совсем другим голосом, а Клэр вообще другим. То есть она для видео делает вот такой вот голос, а мозг у нее разговаривает нормально. Не грустные мысли, что тут непонятного? Так, еще раз. Тишина и покой. Тишина и... Твоя жизнь не имеет смысла, да? Это, слушайте, чуваки, это нужно вырезать для ТикТока, просто. Все, я передумала, отменяем это челлендж. Придумай какой-нибудь новый, типа целый день седу. Ну ты слабачка. Ой, или целый день валяемся на кровати. Почему девушки не могут прожить и 15 минут без интернета? Ну я думаю, парни такие же, но я чаще такое с девушками встречал. Или... Так, ладно, нужно довести этот челлендж до конца. Главное просто продержаться целый день. Это же в принципе не так уж и скучно, да? Надо позвонить кому-нибудь. Да, точно. Телефон же не остался. По вайберу. Можно позвонить и поговорить? По телеграмму. Че там? По фейстайму. Давно я с ней не общалась. Бабушка, бабушка, а где она тут в телефоне? А, нашла. Алло, баба, привет, как твои дела? Боже мой, что опять случилось? В смысле, ничего не случилось? Я просто позвонила... Если она позвонила... Блин, это вообще же за... Я вот типа своей бабушке тоже так же вот, типа знаете, не звоню просто так. А если я звоню, то он спрашивает, ну че там у тебя, че-то случилось что ли? Блин, мы так с тобой похожи. Так у тебя дела? Что тут такого? Ты опять в тюрьме, да? Ты опять что-то натворила? Да ничего и не натворила, Баба. Какой тюрьме, Боже. Я просто так тебе звоню. Не ври мне, Клэр. Давай говори, где ты, откуда тебя забрать. Так, окей, я поняла. Что? Бабушке была так себе идея. Надо было просто набрать смс-ку. А еще лучше вообще ничего не набирать. Надо ей объяснить, что я не в полиции, не в больнице. И что со мной все в порядке. А то я знаю, сейчас моргнуть не успею, она примчится сюда со спасательным отрядом, в виде дедушки. Баба, да все в порядке, я просто делаю челлендж. Кого? Челлендж, я же тебе сто раз уже рассказывала, что это. Я поняла. Тебя улили с работы, да? Ну, обычно бабушки не запоминают такие сложные слова современные. Я тоже объяснял своей бабушке насчет интернета, ютуба и так далее. Ничего бабушка такой, все забыла уже давно. Ну, господи, бабушка. Все, нужно заканчивать этот разговор. Потому что ни к чему хорошему не придем. В общем, мне попрощалась с бабушкой, и мне снова стало скучно. Что делать? Не звонит же ей снова, она так точно сюда приедет. Тогда скучно не будет никому. Но пострадают все. Ой, я придумала. Меня же девочки звали пойти погулять с ними. Отлично. Вот там точно не будет скучно. А у кого-то вообще нет друзей, и их никто не зовет гулять. Пообщаемся сейчас, посплетничаем. Посудимся новые темы всех знакомых. Сейчас мы... Да вы можете хотя бы немного оторвать? Ха-ха-ха. Блин, у меня даже в инстаграме недавно выходила сториз. Собрались мы как-то посидеть? Все! Все в телефонах! Все! ...своих телефонов. Что случилось? Ничего. Вы просто сидите в этих своих телефонов, мы даже не общаемся. Да. Я же прислала тебе смайлик в чат. Что-то не ответила. В чат? Алло, я сижу рядом с тобой. Вот, лицом к лицу. Кошмар, теперь с ними не о чем говорить. А зачем мы тогда собрались в кафешке? Если можно было просто чатиться. Ах, мы же пришли поесть, точно. А где вообще еда? Хоть что-то же должно быть хорошее сегодня. Иначе я сейчас скукина... Блин, она говорит и говорит и говорит и говорит. Начну стол грызть. Ты что, телефон потеряла? Нет. Как ты могла такое подумать? Интернет отключили? Ага. Нет. Все вообще не так было. Не слушайте его. У меня просто челлендж. В общем, я объяснила девочкам, чем суть моего челленджа, и они покрутили пальцами виска. Да. Ну ладно, я сама справлюсь. У меня отлично получается. Тем более, что ждать осталось недолго. Ладно, я найду чем заняться дома. Прошло пять минут. Прошло просто пять минут. У меня есть куча всяких этих штук, которые нужно протереть от пыли. Да. И вообще можно пойти поспать. Точно. Кстати, у меня на протяжении недели такая дома была чистота. Ребята, вы просто себе не представляете. Я убирался каждый день. Мне больше нечего было делать просто. Налечь поспать. Когда спишь, не хочется сидеть в интернете. Инфосотка. Надо сосредоточиться на сне. Надо поспать. Ну и как? Получается? Тшшш. Я уже близко. Сон, приди. Сон, приди. Реально можно просто поспать 12 часов. И считай полдня, а ты уже без интернета прожил. Так нечестно. Если ты сейчас свободна, то давай обсудим, что мы будем делать через 20 лет. А-а-а! Я запрещаю тяжелые мысли сегодня. Запрещаю. Все, нужно пойти опять поесть. А то я уже совсем... Так, а это еще что такое? Привет, Чикуля. А-а-а! Это кто разрешил? Почему без моего одобрения? Кто посделал это на территории моего тела? Что это вообще такое? Фу, какой он неприятный. Надо его срочно убрать. Что это? Мерзость. Сама ты неприятная мерзость. Что это такое? Понятно. Чего ты сказал? И вообще, может это не я на твоем теле поселился? Может это ты на мне живешь, а? Ты чего совсем уже офигел? Это я тебя выведу, понятно? Какая-то... Какая-то просто шиза началась. Ты уйдешь, а я останусь. Не, вы слышали? Это уже война. Так, нужно узнать, что это за гад такой. Надо погуглить, как зовут этого паразита. А-а-а! Какому-то запрещено сегодня пользоваться интернетом. Да вы что, сговорили что ли? А как я знаю, что это за штука такая на мне? Так, у меня дома где-то был медицинский справочник. Надо поискать там. Там точно что-то есть. Короче, девочки и мальчики, у меня есть для вас отличный совет. Что? Никогда не читайте эти медицинские справочники. Я что-то вообще прикол не понял в конце. Что это за херь была? Что это? Это родинка что ли? Или что это такое? Может, ничего хорошего там не написано? Вообще ничего хорошего. Что ни страница, то смертельный приговор. И что мне теперь делать? А вдруг я умру? Прямо сейчас? Вот так в одиночестве без интернета? Я сделаю вид, что я что-то понял. Но, ребята, вы должны собрать лайки под этим видео, чтобы мы посмотрели вторую часть. А еще, чтобы не пропустить видео, я бы тебе советовал подписаться на мой канал. Новое видео уже совсем скоро. Не пропускай. Новое видео уже совсем скоро.